Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём влоге. Сегодня утром Твикс меня сильно поцарапал. Посмотрите, какой засранец. Как ты мог меня поцарапать? Как? Он просто играется и сам не осознаёт то, что он делает. Скотина такая. Пердум несчастный. В общем, сегодня мы будем краситься. Я долго думала, снимать влог или всё-таки не стоит. Потом решила поставить опросник, потому что особо интересных событий в сегодняшнем влоге не будет. Просто моя повседневная жизнь. И там большинство, конечно же, ответило, что давай, Айка, снимай. Поэтому я сейчас буду для вас снимать влог. Сделала мейк. Наконец-то у меня стрелки получились более-менее похожими. Сейчас забабахаем румяна. О, уже камера садится. Гениально. Румяна я наношу совсем чуток. Смотрю, там в тиктоке девчонки столько бабахают румян. И даже особо не растушевывают. И смотрится вроде как классно. Но мне нравится, как смотрится. Вчера подписалась на Алексея Навального в инстаграме. Оказывается, он уже приезжает. Прилетает, точнее. В Москву. Вообще забавляет вся эта история, что его отравление никак не расследуют. Прикольно. Я раньше никогда, знаете, особо не увлекалась политикой. Но после вот этой истории мне настолько интересно, чем все это дело закончится. А ничем. Просто все забудут и все. Если вы не в курсе до сих пор, обязательно зайдите на канал Алексея Навального и посмотрите его два последних ролика. Кстати, если вы сейчас слышите шум, это просто ветер у нас на улице. Просто ужасный. Я же все-таки в Баку живу. Да еще вообще это городская суета. Тут рядом магистраль. Машинки туда-сюда едут. Немножко подбешивает. Иногда хочется, знаете, поехать в деревню и забыть про город. Коровки мокают. Я всегда контурирую нос. Мне кажется, что так он становится меньше. Девчонки, не надо писать, что ты делаешь что-то не так. Я делаю просто так, как мне нравится. Я не визажист. Хотя я очень люблю косметику. Еле сдерживаю себя, чтобы ничего не прикупить новенького. Вот. Я всегда делаю вот так. Вот так. Потом вот снизу немного добавляю серого оттенка. И вот здесь. Типа такой, знаете, курносый носик. Потом хайлайтером перебальщиваю, как всегда. Так, давайте я накрашусь и потом вернусь к вам. Макияж готов. Осталось только нанести блеск. Но его я буду наносить перед тем, как сяду уже снимать мукбанг. Я думаю, что же такого вкусненького можно приготовить. Но вы знаете мои кулинарные способности, что я почти шеф-повар. Поэтому будем готовить яичницу, но необычную. Вот такая вот вкуснейшая просто яичница у меня получилась. Подождите. Я вас немного протерла. Гляньте, какая вкуснятина. Здесь у нас, значит, сухарики, колбасочка, яйца, сыр, ой, колбасочка, сосисочки. Сейчас это будем кушать. Это нереально просто вкусно. Это нечто. В инстаграме, кстати, вам показала сухарики. У меня вот такие. Я очень люблю сочетание сухариков и яичницы. Без хлеба можно есть. Обалденно вкусно. А еще рядом будет вот такой вот батончик Милка. Я его не пробовала, но он ужасно дорогой. Не знаю почему. И Дониссимо. Любимый йогурт с вот этими вот штучками круглыми. Они вкусные. Это я тоже положу рядом. И снимем мукбанк. Сняла, значит, процесс, как я делаю яичницу для своего инстаграма. Показала продукты, которые я использую. Казалось бы... Вот так вот он подходит и начинает меня царапать, придурок. Вот здесь у меня на лице еле замазала огромная царапина. Не делай, скотина. Ну, в общем, все начали писать. Ой, яичница, неужели ничего не можешь нормальное приготовить? Ты уже взрослая девочка и так далее. Ребят, я могу объяснить. Для человека, который, можно сказать, живет один, а бабушка не считается, потому что бабушке нужно готовить отдельно. Она не ест то, что я ем. Например, сосиски эти, сыры, майонез. Все это она не ест. Она ест только деревенские продукты, либо какие-то крупы. И вы знаете, нет охоты готовить. Потому что, если ты готовишь, тебе хочется, чтобы это кто-то съел. Например, блины на одного человека просто не приготовить. То есть, я не могу себе нажарить 3-4 блина, которые я хочу. Поэтому мне легче заказать. Но когда, дай бог, у меня будет своя семья, я обязательно буду готовить. И буду это вам показывать. Надеюсь, что до тех пор вы останетесь вместе со мной и будете наблюдать за этим процессом. В последнем влоге я вам как раз таки показывала процесс того, как я мою посуду. Когда пересматривала этот влог, мне настолько понравилось. Мне кажется, в какой-то степени это мотивирует других людей тоже на уборку. Я даже задумываюсь снимать специальные влоги касательно уборки. Например, в этом влоге я показываю просто кое-какие моменты, хотя убрала всю квартиру. Если вам интересно, то обязательно пишите в комментариях. Потому что раньше я как раз таки и снимала видео про уборку. И они у меня просто взрывали. Набирали по 200 тысяч просмотров, когда у меня было, наверное, 3 тысячи подписчиков. Так что дайте мне обязательно знать об этом. Если вас мотивирует и интересуют такие видео. Омой я посуду не просто так. У меня рядом телефон и там ютубчик. Я слушаю, смотрю мукбанк и мою посуду. Помыла я посуду, кое-где прибралась. И тут решила сесть и немного отдохнуть. Зашла в инстаграм и там наткнулась на инстарекламу. Вы же знаете, что я экономлю и ничего лишнего не покупаю. Но я так не чувствую себя счастливой. Мне хочется что-то себе купить. И тут чисто случайно я увидела скидки. Вот просто случайно. И там ароматы Эйвен. Я решила попробовать один из них. Точнее, я его уже пробовала. Он просто у меня закончился. Я решила заново его купить. Заказала буквально через где-то полчаса. Уже привезут мне его. Зачем я это сделала? Я могу сказать. То есть, я стараюсь экономить, ребята. Не накидывайтесь на меня. Ну, просто... Ну, как-то мне грустно, честно. Когда я вообще ничего себе не покупаю. У меня такое ощущение, что я просто так живу. Я просто выживаю. Жизнь проходит как-то неинтересно. Поэтому решила взять себе аромат и порадовать себя. Причем он стоит там недорого. Копейки. 15 монат каких-то. Так, мои хорошие. Я уже сгоняла вниз. Курьер мне привез вот такой вот классный аромат. Это Ив. Это Иван. Давайте его откроем. Я знаю, вы будете ругаться. Айка-то говорила про минимализм. Зачем опять купила и все дела. Но, ребят, я несчастна. Когда я ничего не покупаю, я чувствую себя несчастной. А это не дело. Вам нужна несчастная Айка? Нет, конечно. У меня был, кстати, этот аромат. Просто у меня закончился. Вот, решила его заново взять себе. О, 50-ка. У меня была совсем миниатюрочка, которую я гоняла в сумке. Но не красота. Какой бутылёк. Но просто пушка. Что касается аромата, мне он очень нравится. Он такой лёгкий, нежный. Прям вообще пушка. А тюбик какой. Ну, просто красота. Ну, радует меня такие вещи. Особенно в последнее время ароматы. Это вообще моя слабость. Хочу сделать огромные заказы от Faberlic. Потом себя останавливаю. Потом думаю, нет, опять возьму. Кстати, ещё у меня у мамы скоро днюха. Я ей хочу купить дорогой нишевый аромат. Не буду говорить пока что какой. Вот. Потому что у меня мама не любит, знаете, дешёвые какие-то ароматы. Чтобы их 500 штук было. Мама любит что-то одно. И качественное, и дорогое. Ну, хотя я считаю, что, знаете, выветривается и этот. Выветривается и Со Спиро, и Монталь, который у меня был. То есть, стойкость. Я бы не сказала, что прям у нишевых настолько высокая, чтобы прям в 10 раз переплачивать. Поэтому, ну, можно, конечно, пару штук купить. Я, например, хочу себе Нина Ричи взять. Вот. А маме хочу Трусарти. Но, правда, на сладкие ароматы не особо любит. Ну, там посмотрим, уже видно будет. Идёт он, значит, к моей коллекции вот сюда. Кстати, вот как раз-таки вот эта миниатюрка. Смотрите, колпачок так потускнел. А это новиночка, уже полноразмерка. Здесь совсем капельку осталось на пару применений. И всё, в пустышки пойдёт. В плане кухни у нас с бабушкой вкусы отличаются, ну, прям кардинально. Она любит, чтобы всё самое главное и важное, что должно быть под рукой, было на столешнице. Я люблю, когда на столешнице нету ровным счётом ничего. Люблю прятать все эти ложки в ящике, все стаканы. И чтобы на столешнице не было ничего, максимально было пусто и чисто. Так я чувствую как-то себя комфортнее. Знакомьтесь, а это пылесос. Злейший враг Твикса. Он ужасно боится его и фена. Мне в комментариях написали, что это не только Твикс такой, но и вообще все кошки боятся и фенов, и пылесосов из-за их звука. И тут я понимаю, что я ужасно проголодалась. Сильно наедаться на ночь не хочется. Хочу немного фруктов. Я, кстати, когда вниз спускалась, ещё и купила кипи. Хочу сделать яичницу, как раз-таки, которую я делала на мукбанке. Мне настолько понравилось. Это было настолько вкусно, изысканно. Хотя просто готовится за 5 минут. Я люблю яичницу в сочетании с чем-то. С сыром, там, не знаю, с помидорками и все дела. Поэтому сейчас будем это всё дело повторять. Я обожаю новые сковородки и люблю пользоваться вот такой вот вилкой. Я знаю, что она портит поверхность. Но что поделать, нравится мне так. Всё это заправляем одним яйцом. И сверху ещё немного сыра. Я обожаю есть именно из сковородки. Раздражает меня этот свет, который постоянно мигает. Ещё берём 2 киви. И их тоже будем кушать. Сильно нажраться не будем. Всё-таки вечер. Ты вообще, я особо не голодная. Просто решила перекусить, так скажем. Нарезала себе киви. Включила компьютер. Конечно же, будем смотреть ютубчик. Естественно, не мои видео, а что-то другое. Возможно, мукбанг. И покушаем. Это просто идеальный вечер для меня. Эта яичница просто покорила моё сердце. Посмотрите, как тянется сырочек. Я сняла мукбанг. Просто получила кайф. Но этого для меня было слишком мало. Поэтому решила ещё и забабахать себе такой ужин. Запивала просто водичку. Нарезанные киви. Для счастья больше ничего и не надо. В общем, вот такой вот у меня сегодня был влог. Если вам нравятся подобные видео, то обязательно пишите в комментариях. Я буду стараться частенько для вас снимать подобный формат. Если вы кушаете, приятного аппетита вам. Удачного дня. Всем пока!